Премьер-министр страны Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Алма-Атинскую область. В Панфиловском районе он ознакомился с ходом мероприятий по обеспечиванию готовности к предстоящим паводкам. Ему презентовали проект строительства селезащитных сооружений на реке Харгос. Также Аскар Мамин посетил Международный центр приграничного сотрудничества, автомобильный пункт пропуска Нур-Жолы и специальную экономическую зону Харгос-Восточные ворота, где расположены сухой порт и ряд предприятий. Подробнее расскажет Гульнар Жантасова. С наступлением весеннего сезона на реке Харгос значительно поднимается уровень воды. Аскару Мамину презентовали проект строительства селезащитных сооружений на водной артерии. Для возведения берега укрепительных конструкций из казны государства требуется 30 миллиардов тенге. Сейчас здесь ведутся работы по очистке русла реки. В ходе поездки по региону глава правительства побывал на территории Международного центра приграничного сотрудничества Харгос. Он расположен на границе двух государств. Только за прошлый год с казахстанской стороны его посетило более 1 миллиона 200 тысяч человек. С китайской почти 3 миллиона. На китайской стороне у нас есть 6 пунктов приема багажа туристов. По итогам 2018 года 2 миллиона 270 тысяч посетителей наша компания перевезла. Помимо этого 6 миллионов 40 тысяч килограмм багажа туристов было перевезено. Также премьер-министр ознакомился с перспективами развития специальной экономической зоны Харгос Восточные Ворота. В будущем здесь заработают более 80 предприятий. Среди действующих сейчас сухой порт. За 3 года объем обработки контейнеров увеличился уже 18 раз. Строится еще 7 производств. В их числе 2 комбикормовых завода. Один уже сдан в эксплуатацию. Оба предприятия экспортоориентированы. 12 участников находятся в активной фазе реализации проектов. Это группа компаний с проектами по переработке сельхозпродукции. Компания Хубай Келишин реализует у них 2 проекта. Это первый проект строительства бетонного завода и второй проект строительства технопарка. Побывал Асхармамин и на автомобильно-контрольном пункте пропуска Нуржуло. Его потенциальная мощность 2,5 тысячи автомобилей в сутки в обе стороны сопредельных государств. Принцип работы комплекса основан на передовых цифровых технологиях. С начала его запуска объем только таможенных сборов составил 7 миллиардов тенге.